Здравствуйте, дорогие друзья! О, Господи, это пришло, понимаете, миссия от Мафии Первой. Та самая загородная миссия, которую я вам покажу на своём канале в Старой Мафии. И это, сука, реально просто круто. Эта графика, эти моменты, это просто, Господи, шикарно. У меня такая ностальгия, просто это супер. Реально наслаждаемся. Господи, я просто не ожидал, что покажут геймплей, графики, момента. Это реально круто. Это реально напоминает мне Лануар. О, Господи, это стилистика, найдите Сэма. О, Господи, даже в оригинале мифия была стрёмная, страшная. О, да. О, да, Господи, мать твою, это круто. Господи, даже те самые места похожи. Я помню, даже в старой версии молния ебашила жёстко, и, блин, это было круто. А, что тут? Патрону? О, реально. А не журналы. А, сигаретные карточки, ё-моё. Оригинально. Блин, как же это круто. Это реально просто пиздато. Это графика, Господи. А, проверьте грузовик, я помню, да. Супер. Даже так же камера, ё-моё. Люди с Альери. Ой, Морелла, точнее. Офигеть. Это просто а-ху-е-ть. Это реально круто, Господи. Миссии смотрятся просто шикарно. Я просто жду, когда она выйдет, чтобы посмотреть прохождение откупленного или Мармока. Ну, Мармок вряд ли пройдёт её, но вот откупленного, Господи, это просто круто. О, полоска жизни тоже удобно сделана. Карта, Господи, друзья, понимаете, появилась карта. Это реально удобно. Не надо смотреть, ну, там, типа, куда ехать. И просто реально показаны враги. Это реально удобно. Ну, для современных игроков, конечно же. Офигеть. А, это свеяки. Жалко, субтитров нету английских, чтоб не сделали. Было бы удобно, но да ладно. Ну да, рассказывают историю оригинальную. Ну, я вам говорю, если вы захотите посмотреть оригинальный загородный пиздецок, у меня названа серия, то, получается, посмотрите, в описании будет ссылка на эту серию. Так что, наслаждайтесь. Но это реально мои реакция на геймплей мафии. Оно буквально 22-го числа показали. И, блядь, это просто охуенно. Офигеть. Ну да, то, что копы эти чуваки, типа, подкупные. О, да. Даже ползают, страдают. Блин, реально круто. Ну, они, кстати, в старой версии мафии страдали, ползали. Кстати, сожалею о том, что не озвучивал прохождение мафии. Я просто боялся, друзья, сломать атмосферу. Просто настолько атмосфера игры была бы сломана в оригинале. Так что, извините, но некоторые игры, ну, желательно без озвучки, чтобы не ломать, ну, атмосферу. Есть у меня такие игры. Тот же Devil May Cry 3 я не хочу озвучивать, потому что там реально атмосфера теряется. Я хочу просто сохранить музыку и офигенность атмосферы других игр. Даже траектория пуль сделана, ну, удобно. Откуда стреляют? Правда, это немножко сделано странно. Типа, всё оставляется, виднеется, как, типа, в фантастическом масс-эффекте, типа, пиу, пиу. Ну, да ладно, это уже придирки. Но сделано реально всё... Красиво. А вот и Сэм. Смотрим. Да, его ранили дружка. Но жить будет, Сэм. Благодаря... Естественно, доктору. Я надеюсь, что озвучат на русский язык игру, потому что, блядь, если останет английскую озвучку, ну, сука, это будет, ну, не эмоционально для русских игроков. Не все знают английский, и да, можно услышать, конечно, оригинальный голос актёра, но, естественно, лучше было бы, как в Ведьмаке третьем озвучили, и всё было бы заебок. Вот. О, да. Опять начинается трешняк. О, да, перестрелки. Бочки взрывать. Господи, я хочу ещё увидеть сцену церкви. Она просто пиздатая. И саму гонку, как всё будет выглядеть. И, естественно, мне ещё понравилось тёрки с Сарой. То есть, как он поможет Саре, дочке Луиджи, и пастельная сцена, как будет выглядеть. Блин, это реально, я хочу увидеть, это должно быть реально пиздата. Это тоже моя любимая миссия. Это вообще в мафии нет плохих миссий. Вот. Так что, фанаты мафии, трепещите. Мафия приходит к вам в дом. Это круто. Защитите Сэма. Ну да, точно. Ему больно. Надо защищать чувачка. Да. Я понимаю, братан, но чё делать? Жетуха такая, братуха. О, мусора. Мусора, блядь, пидарасы. Заебали, класть хуй в нос. Опа, опа. Нихуя себе мигалки охуенно сделаны. Прям пиздато. О-о-о-оу. Красиво. Реально супер. Ох, ебать, как я этого долго ждал. Геймплей мафии первой ремейк. Ёбаный в рот. Это реально охуенно. Это просто реально праздник. Это знаете, как, я не знаю, увидеть голое тело бабы без трусиков. И она скажет, что к тебе придёт на Новый Год трахаться. Бля, то же самое чувство с мафией. Ёбаный в рот. Как будто к тебе приходит голая девственница, блядь. Это пиздато. А, как они его сейчас будут вытаскивать. О, да, сцена с грузовиком, она тоже в оригинале была пиздато. Посмотрите, я вам пришлю в этом, как его... В описании ссылочка будет на наши серии мафии. Да, заебись. Ну, это какой-то вообще бронетранспортер, ебать. Это, конечно, трэш. Ещё меня удивил тот факт, что здесь появились мотоциклы. И, видимо, в оригинале их вырезали. Блядь, ну чё это за БТР, блядь? Пиздец. Это реально БТР какой-то. Грузовик, блядь. Придумали, кстати, оригинально, с одной стороны, блядь. Не просто машины, тачки, ебать. О, ебать, мотоциклы там, ебать, серьёзно? Или мне показалось? Было бы охуенно, если бы ебашить можно было мотоциклы. Блядь, и физика машины охуенно чувствуется, ебать. Круто. Защищайте, блядь, грузовик. Охуенно. О, блядь, точно мотоциклы, реально, блядь, мне не показалось. Ебать. Мусора с мотоциклами, это, блядь, это... Блядь, это GTA какая-то, но это круто, ебать. Но мне кажется, всё равно, мафия ремейк будет реально игрой года в плане мафиозного такого шутерка, охуенного типа. Ну, блядь, конечно, она не будет такая же охуенная, как старая мафия, но, блядь, она должна быть... Ну, охуенный такой перезапуск. Что? А чё случилось-то? Чё? Они застряли? А, уже всё? Ну, ебать, охуенно. Спасибо, друзья. С вами был Динска Черга. Ставьте лайки, приглашайте друзей. И это мои эмоции мафии ремейк. Так что, разработчики, молодцы. Вот. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok